Вечерний гость Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, которые находятся в собственности граждан. На территории населенных пунктов, в которых имеется распределительный газопровод, требуется только строительство подводящего газопровода от распределительной сети до границы земельного участка индивидуального жилого дома. Это догазификация. Сама газификация относится и распространяет свои действия не только на физических лиц, на граждан, но и на юридических лиц. Во-вторых, при газификации выполняется строительство не только внутрипоселковых газопроводов, но самое основное необходимо построить магистральный газопровод. И только потом уже построить отвод от магистрального газопровода или внутрипоселкового газопровода до границы земельного участка индивидуального жилого строения. То есть догазификация это когда-то до доделывания, доведения до ума и именно на частных лиц это распространяется? Это распространяется на физических лиц, на владельцев индивидуальных жилых домов. Какие территории у нас в Нефтьюганске попали под эту программу догазификации? В нашу программу, на нашу территорию попал 11-й А микрорайон, 11-й Б микрорайон и 15-й микрорайон. Почему именно эти территории? Потому что именно на этих территориях у нас располагаются индивидуальные жилые дома. В Югре стартовала окружная программа до газификации. Ее участникам совершенно бесплатно проведут сети до границы участка. Программа краткосрочная и должна быть завершена в нынешнем 2022 году, поэтому жители ждут с документами уже сейчас. В Нефтьюганске более 300 домовладений могут претендовать на участие в этой программе. Однако многие не спешат заключить договор. Сотрудники Нефтьюганск-Газа уже несколько раз обошли частный сектор. Вручают памятки с информацией, кто может стать участником программы, какие документы нужны, чтобы заключить договор. Многие здесь до сих пор топятся печками, либо отдают огромные деньги за электричество. Это все равно уже 19-й век. Надо приходить на цивилизованное, благоустроенное жилье. И ГАЗ позволит более комфортабельное жилье построить и довести его до логического завершения. И снять самое значимое здесь показатель – это снять финансовую нагрузку на коммунальные платежи. Из 320 домовладений договор заключили пока только 60. Пенсионерка Светлана Сергеева считает, что не воспользоваться такой возможностью просто глупо. Шесть лет назад они проводили с мужем ГАЗ до своего участка самостоятельно за свои деньги. Обошлось это в 100 тысяч. Участники программы могут сделать это совершенно бесплатно. Пока есть возможность, надо это пользоваться. Мы за большие деньги проводили это все. А сейчас есть такая возможность. Надо ей воспользоваться. Тем более, если которые пенсионеры. Одних пугают, что котел и счетчик нужно покупать самим. Кто-то ленится собирать документы. У других нет права собственности на жилье. Мария Артюшкина живет в частном доме всю жизнь. Все это время они на печном отоплении. За зиму на опогрев уходит по 50 тысяч. Но пока стать участником программы она не может. Сначала нужно получить правоустанавливающие документы на жилье. Мы заявку подали. Сейчас через две недели нам придут, сделают замеры. Потом через две недели только будут документы. А потом уже только в газ. Между тем время идет. Все работы по догазификации должны быть выполнены до конца года. Заявители ждут до середины марта. Представители администрации убеждают жителей вступать в программу и делать это как можно скорее, чтобы потом не пожалеть. На сегодняшний день вы видите, что мы все усилия прилагаем и пытаемся достучаться от людей в части того, что данная возможность она краткосрочная. Да, в течение 2022 года. И это надо сделать именно построить летний период времени, когда можно будет спокойно пройти и это сделать. А когда эта программа будет заканчиваться, мы опять будем на кого-то пенять и кого-то искать виноватых, почему мы не знали и почему до нас не достучались. Подать заявку на участие в программе можно разными способами, в том числе на госуслугах. Но Нефтьюганск ГАЗ рекомендует прийти к ним в офис. Специалисты исчерпывающие ответят на все вопросы и проверят наличие необходимых документов. Какое количество домовладений, домов у нас сегодня попадает под эту программу? 320 домовладений в городе Нефтьюганске попадает под данную программу. Из них сколько уже подали заявки, изъявили желание участвовать в этой программе? 65 заявок подали граждане, изъявили желание участвовать в текущую дату. Можно дополнить, если эти домовладения включены в программу. Но это не говорит о том, что те домовладения, которые туда не попали, они не имеют права на обращение с заявлением. Они могут всегда прийти, обратиться и попасть в программу догазификации. Мы их потом на основании их заявлений просто довключим в этот план-график, и они там появятся. И будут на общих основаниях догазифицироваться. То есть вы имеете в виду, что существуют какие-то списки, и если люди увидели эти списки, не увидели свои фамилии, увидели своего дома, что это за списки, и где их можно с ними ознакомиться? Это списки, значит, это не списки, это по объектный план-графики, так называемый. Информация о домовладениях туда попала еще по составлению на сентябрь-октябрь 2021 года. Она корректировалась. Туда попадали все потенциально возможные для газоснабжения домовладения. По какому-то критерию они не относились. На сегодняшний день законодательно определено, что можно дополнять этот по объектный план-график домовладениями, не входящими в список, на общих основаниях. То есть это не говорит о том, что раз вашего адреса там нет, то вы как бы в программу не попадаете. Обращайтесь, вас туда включат, заявку примут, договор заключат. То есть если вы относитесь к 11-му А, 11-му Б и 15-му микрорайонам, соответственно, да? Да, верно. Оксана Геннадьевна, вы говорили, что есть ресурсы, на которых размещены участники программы потенциальные. Да, данные ресурсы размещены на сайте администрации города Нефтьюганска, на сайте департамента развития и жилищно-кумунального коммунтора со правительством Хантамансийского автономного округа игры и на сайте единого оператора по догазификации. Это ООО «Газпром» газификация. А как вы считаете, вот 65 это много или это маловато, пан? К нынешнему времени, да, с начала марта? К нынешнему времени это маловато. Хотелось бы все-таки получить больше заявок от граждан и выполнить там эту программу, тем самым все-таки мы снизим, как это было сказано сейчас уже в ролике, нагрузку на коммунальные услуги. Ну да, тем более нагрузка очень весомая, да, судя по тому, что говорят жители. Я так поняла, что информирование идет вот там в полную мощь, да, вы ходите лично к ним, вы оставляете памятки там во всех местах. Это у нас практически по информированию, это у нас уже чуть ли не вторая компания, начиная с августа месяца, мы совместно, значит, с силами нашей организации «Нефтьюгансгаз», совместно с представителями администрации уже дважды обошли, значит, все эти домовладения, которые включены в список по улицам, там, по домам, значит, вручили памятки, вручили там любую другую информацию, то, что касается дегазификации, там, да, отправили почтовые сообщения, дополнительно, насколько мы знаем, там, единый оператор, там, через округ тоже отправляли письма информационные, то есть информация у людей однозначно имеется, даже могу сказать, вчера у нас был заявитель, да, который выразился, что, ребята, вы слишком много нас информируете, потому что мы все прекрасно знаем, то есть дайте время подумать, да, и собраться. А, вот так вот, да, то есть взяли паузу? Вчера это, вот, первый раз мы вот это услышали, то есть информация в полном объеме имеется, все знают о программе, да. А с чем тогда вы связываете, что вот они не так активно идут? Вообще, до какого времени вы ждете их заявления, учитывая, что программы краткосрочные? Ну, тут сложно сказать, до какого мы времени их ждем, да, у нас... Мы просто говорили, до середины марта можно подать... Законодательно нет ограничений, но то, что мы ждем до марта, там, да, это объективно, потому что нам нужно определяться с объемами работ, да, объема работ достаточный, вот, в частности, наша организация госпитальна, она не является строительной организацией, да, и нам определиться нужно с проектными работами, с подрядчиками, а сроки очень короткие достаточно, да, то есть очень все сжато, поэтому законодательно, еще раз, то есть нет ограничений, но просто по, как сказать, объективно, да, то есть надо понимать, что эту работу кто-то еще должен выполнить физически, кроме бумаг. И до конца года. И до конца года, конечно, да. И мы должны понимать, что это до газификации, это строительство, понятно, до границ земельного участка, но когда заключается договор, это еще обязательство для самого заявителя, он должен в границах участка обеспечить сеть, да, и готовность оборудования, чтобы можно было это подключиться, потому что это все должно завершиться пуском газа. Ну, он же не обязан это делать до конца 2022 года? Обязан. Обязан, да, это срок выполнения мероприятий, то есть мероприятия параллельно выполняются, да. Это не говорит о том, что мы вам сейчас подключим по программе дегазификации, а вы через 5 лет... А, то есть он прям все уже должен быть финансово готов. Он должен понимать, что он несет ответственность тоже. Мы несем ответственность, и он несет ответственность за выполнение мероприятий. Мы не сможем закрыть мероприятие поадресно в силу того, что он не готов. У нас будет мероприятие не выполнено, да. Должны понимать это. Люди не все понимают. Изначально они думают, что ну вы нам постройте, а мы потом лет через 5 решим, что с этим делать. Ну да, скорее всего, многие будут просто заброшены. Да, это так и будет, да. Также можно отметить, что, допустим, по 11 Муамик району, по улице Кедрова, там самое протяженное, газопровод лежит очень давно, и поэтому сейчас какого-то ажиотажа и всплеска заявок. Люди знают и могут подключиться, да. То есть до вступления в силу программы газификации, ну в части до газификации, там была возможность также подключиться, это законодательно определено, да. Также бесплатно. Единственная лишь разница была в том, что это стоило по тарифу. Это не была какая-то стоимость там рыночная. Это все регулируется региональной службой по тарифам. У нас установлен тариф, это действует уже с 2014 года, ну он там индексируется немножко, да. И это не было... Но единственное, что было ограничение по удаленности от ближайшей возможной точки подключения, это 200 метров, вот это. Если это было до 200 метров, то это 70 тысяч, например, стоило. Если это было свыше 200 метров, то тут индивидуальный расчет уже шел. И вот, ну, естественно, это было удорожание какое-то там. Не 70, а дороже уже стоило, да. То есть люди с этим знакомы абсолютно. Какие могут быть причины, да, недостаточной активности? Что говорят жители? И вообще правила какие? Есть ли какие-то ограничения на вступление в программу? Вот 320 домовладений. Все ли они могут участвовать? Какие документы им нужно предоставить? И вообще условия главной программы? Правилами определено четко. Там, значит, самые основные документы, это проустанавливающие на домовладение и на земельный участок. Все. ИНН, СНИЛС, ну, это такие они, они у всех есть, эти документы, да. Все, приходят с этими документами и обращаются. Как правило, значит, не как правило, а есть домовладения, у которых не установлены права, либо на земельный участок, либо на домовладение. Таких много или вы не знаете? Встречаются, нет, почему статистика какая-то есть, но в цифрах я не готов сейчас сказать, да. Но она есть, да. Когда вы доведете до границы земельного участка дальше, какие работы предстоит выполнить человеку? Какое оборудование покупать? Ну, я еще раз хочу сказать, что мероприятия должны выполняться параллельно, так как сроки для всех едины установлены, да. Ну да, на что ему рассчитывать вообще? Он должен, да. Ну, вообще, как бы-то расчетно определены какие-то вот сейчас базисные пакеты, да, по оборудованию и материалам, которые должен, так сказать, обеспечить заявитель, да, в рамках договора уже до газификации. Они также размещены на сайте. Значит, туда войдет котел обязательно, счетчик газа, сигнализатор за газованность. Ну, и самые необходимые элементы, без которых нельзя обеспечить подачу газа, так скажем, да. Ну, естественно, труба сама, ну, протяженность трубы зависит от расположения домовладения на земельном участке, да. То есть тут нюансы, тут нюансы, то есть у всех разные ситуации абсолютно. Плюс есть строения, которые, в принципе, не готовы для установления оборудования. Это какие-то разные там старые, так называемые, ветхие балки или еще что там дома, да. Потому что, соответственно, действующими нормами нельзя разместить там оборудование. Это нужно пристройку какую-то сделать, а это, соответственно, стоит денег. Это тоже фактор, который влияет, да. Люди об этом понимают. Ну, то есть они начинают считать. Ага, мне надо котел купить, то, то, то. Плюс мне тогда, раз, надо еще построить какое-то помещение. Это в нынешнее время построить, это значит, недешево все. Напомним, в Нефтьюганске под программу попадают две территории. 11А, 11Б микрорайоны и еще 15 микрорайон. Нефтьюганск газ ежедневно принимает тех, у кого есть желание вступить в программу. Семей, которые уже заключили договор, более 60. Напомним, документ на догазификацию нужно подать до середины марта. У Светланы большая семья и частный дом. За зиму на отопление уходит космическая сумма – 60 тысяч рублей. С ноября до марта по 15 тысяч в месяц. Когда узнали о программе догазификации, поняли, что это шанс. Теперь их расходы на коммунальные услуги сократятся втрое. Платим 15 тысяч в месяц за свет, частный дом, очень дорого. Поэтому хотим газ. Частный дом – это у нас все на электричестве. То есть вода на электричестве, отопление на электричестве. Готовим тоже на электричестве. Обычно жители приходят уже с полным пакетом документов, поскольку информация сейчас в избытке. Сами работники нефтьюганск газа обходят частный сектор и вручают памятки владельцам домов. Заполнение заявки занимает максимум 15 минут. Владимир Самойлов сегодня пришел уже на подписание договора. Много лет его семья жила на печном отоплении. Это и хлопоты, и большие затраты. Если я закупал в этом году 10 кубов дров на зиму, 18 тысяч я заплатил. Плюс электричество где-то около 5 тысяч. Вот, считайте. Поэтому всех призываю нефтьюганцев приходить, кто в частном секторе живет, и оформлять документы. Оформление проходит быстро, специалисты хорошо работают. Максимум две недели и договор подписываешь. После того, как сети будут подведены к границе земельного участка, жителям придется потратиться на приобретение и установку газового оборудования. В первую очередь котла. Это, конечно, недешево и некоторых останавливает от участия в программе. Однако в течение двух-трех лет все расходы окупятся, и дальше хозяйство будет только в плюсе. Нефтьюганск газ консультирует, какое оборудование можно установить, какие есть варианты и возможности, сколько это будет стоить. Все равно человек возникает с вопросами по обустройству уже в границах земельного участка. Мы здесь и подсказываем, и к нам люди могут обратиться, мы эти услуги все выполним. Но прежде всего человек для себя определяется, что он хочет. Просто получить отопление, горячую воду вместе с отоплением, либо еще пищеприготовление, чтобы использовать. После подключения к газу нужно будет следить за исправностью оборудования, периодически проверять его, доверяя это профессионалам. На данный момент договор заключили уже более 60 частных домов. До репортажа у Александра Александровича сказали, что нужно будет купить котел, щечек. В какую сумму это вообще все выльется для владельцев участка, владельцев дома? Стоимость оборудования сейчас различна. Тем более, учитывая сейчас обстановку с ценами, вообще сложно сказать, как это будет получаться. Какой разбег, по крайней мере. Самый бюджетный котел от 50 тысяч рублей. Может быть где-то и дешевле, чуть-чуть есть, но от 50, да. Ну там кроме котла же еще что-то и плюс стоимость работ, да? Да, вот если ориентироваться на пакет средней по стоимости оборудования, вот этого, да, вместе со строительством сети газопотребления в границах, это усредненно, да, она начинается от 170 тысяч рублей. Эта же информация у нас размещена на сайте, она есть, да. Тоже там определенный критерий есть, но в среднем это как-то вот так, от этой стоимости. А от чего зависит у вас, вы говорите сейчас, три пакета разных, да, от чего зависит стоимость? Стоимость зависит от оборудования, в первую очередь, да, от, значит, уровня оборудования. То есть есть эконом, есть какой-то средний класс, есть какой-то премиум класс, да. Ну то есть более дорогостоящее какое-то оборудование? Да, да, оно может быть менее... Больше функций. Больше функций совершенно, да. То есть вот такие вот критерии, да. А есть ли какие-то льготные категории? Конечно. По становлению правительства Хантамансийского автономного округа, номер 65, установленные категории граждан, которые могут воспользоваться возмещением затрат в размере 70%, но не более 100 тысяч. К данной категории относятся инвалиды первой и второй группы, первой, второй, третьей группы, относятся некоторые группы пенсионеров, относятся также труженики тыла, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. Но более с подробным расширенным перечнем можно будет ознакомиться также на сайте администрации города нашего Нитьюганска. И при подаче заявки, конечно, специалисты Нитьюганск-Газа также поясняют, попадают они под данную категорию или нет. Возмещаются затраты на понесенные гражданами на проектирование, на приобретение оборудования, на его монтаж и на пусконаладку. Оксана Геннадьевна, ну вот у Александра Александровича достаточно большую сумму называют, для людей, которые не входят в льготные категории, это все-таки весомая, если у человека нет больших доходов, весомая сумма. Насколько это тогда целесообразно вообще вступать в эту программу? Насколько это выгодно? Все равно отапливаться за счет централизованной услуги теплоснабжения, это дороже, мы считаем. Мы считали, сколько примерно стоит, ну какой тариф на теплоснабжение, какие затраты несут граждане на услугу теплоснабжения централизованную, и какие затраты примерно тратят граждане при уже оборудовании и получении услуги теплоснабжения через индивидуальную систему. Поэтому здесь в данном случае оплачивают только за стоимость газа. Это намного дешевле, окупается оно где-то в 2-3 года, все затраты. То есть все окупится, да, и дальше уже в плюсе будет человек. Если человек решил, захотел вступить в программу до газификации, у него есть какие-то вопросы, есть сомнения, куда он может обратиться, по каким телефонам, куда прийти, куда позвонить можно? Ну, существует телефон горячей линии, который размещен... Да, конечно, да. Он размещен также на сайте администрации города, на сайте Нефтьюганска. Также они могут обратиться, прийти напрямую у Нефтьюгансгаз. Специалисты работают, назначены определенные, которые курируют это направление, и могут компетентно разъяснить и дать ответы на все поставленные гражданами вопросами. Кроме этого, на сайтах администрации города Нефтьюганска, на сайте правительства Хантамансийского автономного урга также размещены уже типовые ответы на часто задаваемые вопросы. Александр Александрович, назовите, по какому телефону у вас к вам можно позвонить, и где вы находитесь, чтобы прийти к вам в офис? Значит, заявки у нас принимаются по адресу Сургутская, 17, город Нефтьюганска, производственный технический отдел. По общему режиму работы, понедельник, пятница, с перерывом на обед, суббота, воскресенье, выходной, телефон 27-81-91, или телефон приемный 27-57-14. То есть там всегда перенаправят, подскажут в любом случае, сориентироваться. Просто еще раз хочу сказать, что всегда удобнее и правильнее будет обратиться к нам даже за консультацией по телефону или прийти вживую. Это будет проще и для заявителя, и для нас. Потому что с подачей заявки посредством сайтов, единого оператора, еще каких-то ресурсов вызывают, допустим, не всегда, конечно, но дополнительные сложности, как для заявителя. То есть может что-то где-то неправильно быть, каких-то документов может не хватать. Документов не хватает. Заявитель думает, что он разместил документы, а он разместил либо не те, неправильно оценил, либо не там, либо половину, либо кусочек этого документа. По разным причинам и заявка висит. А заявка висит, а ее нужно отрабатывать. И смысл в том, что мы вызваниваем опять же этого заявителя, в итоге он все равно придет. Но на электронных ресурсах можно, да, на госуслугах в частности? Вот если он уверен, что все документы есть. Можно, такое право предоставлено законодательством. Это у нас в первую очередь ответственно за догодификацию является единый оператор газификации. Он за это отвечает, у него организована... Газпром-газификация. Газпром-газификация, да. Есть портал, сайт, который достаточно неплохо работает. Можно у них. Можно, да, специалисты помогают, даже наши специалисты помогают подавать эти заявки, да. То есть можно подавать, да. Также через МФЦ можно подавать заявки. Ну, еще раз. Ну, у вас я видела, как специалисты работают очень так заботливо, то есть проверяют все-все документы, очень спокойно, доброжелательно консультируют, что там всего ли хватает, что еще нужно принести там и так далее. То есть нужно максимально сразу с заявителем отработать, чтобы не тратить время ни заявителя потом, ни наше, не отвлекаться больше, ну, как сказать... Ну, заодно им удобно сразу о своем оборудовании в границах участка тоже у вас, да, пообщаться? Конечно, все это удобно. Здесь же на одном месте. Мы не, как сказать, у нас не многомиллионный город, да, поэтому можно спокойно прийти и посоветоваться, обсудить, конечно. А что дальше, вот как нужно будет заботиться об безопасности, так скажем? Ну, все-таки это газовое оборудование, что с ним делать? Ну, с безопасностью тут все понятно, как бы-то уже давно все это регулируется, да. Тут, значит, когда уже заявитель получил, значит, конечные результаты, то есть у него произведен пуск газа, да, пуск газа, значит, у него возникает обязательство. Это по поставке, приобретению газа и по обслуживанию, аварийно-диспетчерскому обеспечению газопотребляющего оборудования, да. Вот, также это заключаются договоры, и он как-то обязан, он несет ответственность в любом случае за это, да. То есть он обязан заключить этот договор на техническое обслуживание и на поставку газа. От момента, когда он заключил договор, до момента, когда все работы вы уже выполнили, да, провели газопровод, сколько времени проходит? В рамках дегазификации, если говорить, то сейчас сложно об этом сказать. Это зависит от, как сказать, от конкретного адреса подключения, да. По разным причинам он может быть... Ну, как этот адрес влияет? Кому-то могут быть за две недели могут подключить, так как у него уже газопровод где-то рядышком проходил, да, или от соседа он подключается, это одно. А кому-то заявку приняли, но еще мы планируем тянуть этот газопровод, грубо говоря, там, 500 метров, да, то есть это влияет на это. Но задача такая, мы должны уложиться в рамки, значит, программы газификации, мероприятия определены со сроком выполнения не позднее декабря 2022 года. На сегодняшний день вот это так. До какого времени, если они сейчас думают, до какого времени они могут прийти все-таки с вашими документами? До декабря или все-таки там уже вы просто не успеете это реализовать? Объективно до декабря не стоит тянуть, да, это мало выполнимо будет уже в декабре. До сентября. Чем раньше, тем лучше, я бы так сказал. Вот по-другому не скажешь, да. Понятно. Ну, последнее, может быть, вы как-то хотите обратиться к жителям, что-то сказать, как-то убедить? Ну, что я хотел бы сказать. Не теряйте возможности эту на сегодняшний день. Мы не знаем, насколько эта программа будет, да. Будет она продлена, не продлена, потому что на сегодняшний день это непонятно, да. Вот отвели срок, определён всё. Сейчас такой шанс предоставился. Можно прийти и воспользоваться этим правом. Но, однозначно, это будет выгодно. Если бы человек делал это за свои деньги, вот тянул бы эту сеть, у вас в какую сумму бы ему это вылилось до границы участка? Ну, это всё опять зависит от протяжённости. Ну, ориентировочно это 300-400 тысяч. Серьёзно? Конечно. Такая огромная сумма. Я хочу добавить, что это всё-таки зависит от протяжённости. Напрямую зависит от протяжённости. Ну, в любом случае, это огромная сумма, да, для... Так скажем, не у человека. В любом случае, это сумма, да. То есть сейчас это бесплатно, а в другом случае, это сумма. Ну, правда, глупо упускать такую возможность, такой шанс, как-то сократить свои расходы, да, тем более, там много людей живёт... Да, если у заявителя есть всё необходимое для этого, как мы сказали, там документы, да, и, значит, возможность, как пусть обращается. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Всё разъяснили, объяснили о программе до газификации. Замечательной, кстати говоря, программе. Будем надеяться, что жители по достоинству её оценят и активизируются. Ждём заявки. Спасибо. Спасибо. На этом программа завершена. Всего вам доброго. До свидания. До встречи в эфире. До встречи в эфире.